У нас 23 августа, вот, мы находимся в моем доме тут, бывшая Калашнивская. Местоописание у нас, время уже без 10.12, через час обед будет. Вот это все работа Надежды Васильевны Лапкиной. Это уже мы убрали. Рыжая наша сидит, кошечка, что-то намывает, все намывается. Рыжая. На улице у нас сегодня дождь идет целый день, сейчас вроде пока перестал. На скворечнике крест виден. Судыщая дохвалит Господа, да, рыжая. Вот, картошечку сегодня накопали свежую и отварил. Ну, тут братья вот занимаются яблоками. Рыжая Калаш, вот, сидит. Собираю яблоко и делаем их на варенье. Готовим. Вот, братья тут что-то тоже читают. Игнат Тихонович, у меня вопрос к вам есть. Вот вы не раз уже в ближнем... Разговаривать, не более. И в день где-то раз пять. Но я смотрю, что вы иногда делаете исключение и дольше говорите. Ну что, это можно поверить, да, я скажу так. Я телефон держал в кармане, но я не слышу далеко. Я вижу, как трясется где-то. Поэтому я его положил на грудь. Вот здесь он у меня лежит, телефон. Если я еду, велосипед наклоненный, я не слышу. А если я сижу, я слышу, он трясет меня. А на ночь я ложу его на... Такой деревянный, как сказать, выдвинуровой ящик, картонный, это полметрый дно. И он очень сильно злобит. Здесь вот не откуда я бы сейчас показал. Вот так наклоненный, ну прямо у меня просыпаюсь даже. А на ночь рядом с головой лежит? Нет, не рядом. Ну это примерно вот такое расстояние, метод пятьдесят. Больше метра. Больше, это нормально. Но начинает тут трясти. Такое дребезжание создаёт, прямо удивительно. Это я сегодня, наверное, заметил, говорил. Звонил человек один, он назвался Джонни, там под номером где-то из Латвии. А я сказал, сейчас я в Норвегии, у меня откровение Божие было. 17-я глава, я хочу поделиться. Говорит, что он может поделиться, когда всё уже растолковано? Я не больше двух минут. Ну, он не может никак, я его заблокировал когда-то. Он попросил разблокировать. Где он сегодня сказал? На Ютубе. А на Ютубе я заблокировал около шестнадцати тысяч. Шесть тысяч, шесть тысяч. Так где я тебя там найду-то где-то? Тем более под какими-то цифрами. Я сунулся вообще на там море. Тысяч. Даже сотню, да, и то в сотню найти нужно, не найдёшь где-то. Поэтому я ему стал говорить, а он начал подоржать. Я говорю, я никогда не спорю. Я просто отвечаю. У нас вышел трёхтомник, вот этот вот. Вот он. Называется трёхтомник. Новый завет с толкованием. Я не знаю, тут видно будет или нет. Второе издание выше. Это было тысячу, а там две тысячи экземпляров. Ну, практически всё заканчивается. Тут были чёрно-белые фотографии Гюстава Дарре. А мы сделали, раскрасили, что Игорь больше дугунок красил. Ну, это в электронной версии. И тут как раз семнадцатая глава откровения даёт полное толкование. Полное. Ну, это даже я могу назвать точно семнадцатая глава. Так, минутку. Семнадцать четыре. Вот она, семнадцатая глава. Какое странице? Пятьсот девяносто первая. Пятьсот девяносто первая. Тебе видно, там нет, чтобы показать. Толкование всего нового завета, трёхтубник. По святым отцам, блаженному фитилакту. И откровение, отец Геннадий Фасон. Три года работал над этим. По всем святым отцам. Разбор современных разных ересей. Ну, и это очень много. Это где-то, кажется, четыреста страниц занимает. Или триста сорок даже. Ну, я успел сказать только. Я говорю, а как вы решили, что Вашингтон-то? Он говорит, Вашингтон. Я говорю, нет. Я как-то этим делом занимался. Десять качеств, которые Библия подчёркивает. Есть, которые сходятся. На любом городе, может быть. А есть такие, которые нигде не сходятся. Только на Москву падают. И надо отвечать на эти вопросы. Или от своего толкования, которое тебе откровение якобы от Бога. От Бога не может быть, вопреки того, что в откровении написано. Не может. Покажу тебе великий город. Значит, это не о церкви речь идёт. Город. Толкование даётся. Город. Само Господь, когда говорит, то вышел сейтель-сеет. Сейтель кто-то. Сейт, Слово Божие. Толковать не надо. Само растолкованное в Евангелии. Так и здесь. Я говорю, на водах многих. Окружает. А кто будет? На народы. Сравни, сколько народов в Америке и в России. Россия многонациональная. Очень и очень много. Даже каждый раз показывают, как будто новых народов какие-то узнают. И монголы, и татары, и ненцы, и хамчидалы. И каких только тут нету. Удмурты. А когда Советский Союз был, тут и таджики. Речь как раз об этом идёт. Не только о России, а о Советском Союзе. Значит, на водах многих. На многих народах. Так. Дальше. В ней ляли на кровь святых. В Вашингтоне какие святые? Здесь залито кровью было всё. Одних священников больше там 100 тысяч. Привозили, будто вы расстреливали. Когда там показывают. Было, я не знаю, что-то посещение Путиным. Этого места. Он ходил и говорит, что это чудовищно. Да что же это такое? А сам из этой организации, которая расстреливала. Ну, КГБ, МКВД. И то его страх пробил. Подряд очень правильно адресовывали. Так это только священники. А сколько других, которых привозили в других мест. Миряне, монахи. Где в Вашингтоне кровь? Вы, кто наставит, что это Вашингтон, он должен знать. Этому вначале соответствуют три города. Москва, Аман, такой город, и Вашингтон. На трёх горах должен быть. На трёх... На семи горах. На семи. Где? Ну, на семи Вашингтон. Ну, а дальше-то где? Кровь святых. Покажите кровь святых. Они не могут показать. Почему? Потому что не о Вашингтоне речь идёт. Далее. От этой буднице, от города обогатились все народы. От Вашингтона кто обогатился, когда он только грабит, и грабит, и грабит? Всё везде. А это всё даром. Даром. Долги прощают. Миллиардные долги. Всё прощают и везде. Их клуби. Всем простили. Всем только своим не прощают ничего. Чтобы государство так обращалось со своими природными гражданами, возвращаются сюда, и их родственники все живут. Они русские. Вот у нас вот умерла она сейчас, Настя Дробот, из Казахстана. И у нее ушло на это больше десяти лет, пока разрешили здесь паспорт получить. Здесь дети народили четверо. И муж здесь. Вся родня, она русская, и не может подписаться. Вот какие препоны. То есть задача наполнить эту страну другими иноземцами. Тут толковать не надо. Тут везде, где не пойдешь, свои. Вот у нас сейчас задамозную кучу, где стоят страны, разрушить где-то. А чтобы до самого, кажется, уже Байкала, всё Китай. И Байкал, и лес рубят, там везут эшелонами. Это как будто никто не видит. А задаманские было, сражались, там убивали людей, там стрельников, другие. Вот. Значит, обогащаются. Вот. Это уже, по пунктам скажу, уже никак не Вашингтон, а Москва. И самое главное, Вашингтон никогда себя не называл Римом. А Вавилон это Рим. Вавилон это Рим. Это толковать даже не надо. Первый толкователь Андрей Кесарик и Падокийский, там, Златоуст и Прямселин, Кирилл Уссалинский. Все говорят, когда говорят, Павел Вавилон, Великая Бунинская, это Рим. Рим. Но Рим оказался не один, а три. Второй Рим Константинополь, Стамбул теперь. И третий Рим. А четвертому нибудь это Москва. И особое общество, которое Третий Рим. И Москва эти 500 лет, последние Римы, Римы, Римы. И нигде, Вашингтон никогда, ни один город в мире не претендовал на звание Третьего Рима. Тут толковать не надо даже. И далее. И сожгут этот город в один час. Кто Вашингтон сожгет? Откуда? Откуда ракеты долетят? Да ни одной ракете не дозволят долететь. А тут одна-то со всех сторон окружили. И уже и в Польше там война-то. И рядом Прибалка. И с юга подпирают там Грузия везде. Не говоришь о Турции. Это пять минут, ну десять минут, двадцать, больше нету. И уже все. Звуковые ракеты со всех сторон. Они могут тысячу ракет одновременно атомным бомбом бросить на нее. И поэтому он начал говорить. Я задержался, чтобы маленько столкнуть его. Вижу, что он упорно держится за это, Вашингтон. Я говорю, вы докажите. Где Вашингтон претендовал на то, что он Третий Рим? Вот поэтому я на телефоне-то маленько завис. Ну, может быть, не больше пяти минут я и разговаривал-то. Дальше-то было. А человек торопится. Я из Латвии, а нахожусь в Норвегии. По-другому. А Москва, я теперь начинаю дальше говорить-то. Кровь святых нигде больше не найдена. Никто не обогащает. И никогда этого не было. Ну, и все остальное. Но вином прелюбодеяние наполнило всем народом. Да. Как понимать? Это означает мучение. И в прямом ряду. У Вашингтона никакого мучения не было. Это идея коммунизма на весь мир Москва распространяла. Вот это вино любодеяния. Они как пьяные. Мы с вами начали делать революцию. Убивать. Кайзера расстрелять. Царя расстрелять. Это вино любодеяния. Чисто сатанинская власть была. Никого не щадила. Никого не уговаривала. Ты посчитай в теплах ГУЛАГ. Это приговор. Это доказательство, что это 100% сатанинская антихристовая власть. И ее сожгут. А в власть ее примут там 10 каких-то царей. Время антихриста. На один час. На короткое время. Вот и все. Поэтому пришлось маленько подольше и поговорить. Сказать. Но он видимо выйдет. Он согласился, что выйдет на меня. Заменит там что-то. Ему надо поговорить. Я говорю, в скайпе только с 10 октября. В скайпе, да. Там свободный телефон. Он мозги спекает. Показывает два телефона. Между ними яйца кладут. И они спеклись. А узнать, какие последствия, когда вот они висят, ребятишки, целый день разговаривают. Это только, может, третьим поколением можно узнать будет. Какие выродки будут рождаться. Центр головного мозга поражается. Я вот держал здесь, вот здесь, когда телефон-то. У меня сердце стало болеть. Вот это сразу. Прямо около сердца. Никогда этого не было. Пошел в боль, у меня в чувстве сердца колет. Я его убрал, все перестало. Так и есть. Это я на себе узнал, что это исследование относительно мобильного телефона правильное. Везде пишут и говорят. Новые сейчас какие-то там разные телефоны они придумывают, делают. И уже нормы какие-то ставят, чтобы излучение какое-то было. Да кто его соблюдает? Не больше двух минут. Вот он у меня сидит рядом. Каждый день зависает. Я говорю, ты уже болел этим. У тебя это легко. Тем более, одна же тут уже у нас потеряется. Он заболел, а шишки эти пошли. Что ж ты делаешь-то? Я давай его уговариваю с шеей воротник, чтобы солнечные лучи тебя не пекли. Оставь телефон. Это моя работа. Это гроб твой. Это не работа. Это смерть. Коротко отвечай. Себе напиши. Я буду там тогда-то лично встречать все. Или на стационарный телефон. С автонарным. А это разряд. Можно говорить наушники. Уже дальше. На наушниках. Ну это не знаю. Сейчас наушники. Ну либо вот здесь телефон, либо вот так. Есть же разница. Вот. По некоторым признакам. Поэтому я старался убедить. Но видимо не достиг этого. И на этом разговор закончился. Поэтому иногда бывает так. Но я один раз в день больше и нету. А сейчас, Игнатьич, вот мое такое. Ну вот я вижу. Сейчас вот это вино любодеяния, обучение. Да? Оно уже и буквально распространяется. Которое вот мы вопрос этот муссируем постоянно. Что по сути дела при любодеянии. Я уже считаю за брак. Ну буквально в смысле. Буквально в смысле уже это все. Через церковь. Вино в любодеянии напоены все народы. Напоены. То есть это учение там преподавали, давали. Оно ничего не несет. Оно этой жизни. Больше нету. Безбожники. Судьи. Все это прокуроры. Везде розпись прокурора под расстрелами. Тройка была. Прокурор края. Это самое подлое. Самое безбожное. Судьи, прокуроры, безбожники. Как их можно ставить, когда пролет время там Крыленко и все остальные пойдут под нож. Прокуроры эти. И что там о Вашинском пишут. И как они говорили. Отравляли народ. В каком страхе. Люди как ни сейчас исчезли. Одни манкурты. Голосуют смертью, предателем. А завтра сами пошли туда. Это ни на ком не сводится. У Вашингтона у него никакого. У них только одно деньги там банкировали. Был я в Вашингтоне. Я, правда, сказал, еще показать. Я говорю, а что есть? Давай перечисляем. Зоопарк. Сводили меня. Я нагляделся хоть. Большой зоопарк. Там впервые я выняла мишель. Это как старобрядцы. Как одеты. И идут мужчины все. И там представители с бородами. А женщины одеты. Как вот бывает русский народный хор казацкий выступает. Платье длинное, расшитое. А идут сзади. Почему? У них закон. Что ближе, чем три шага, жена не должна подходить. То есть где-то они им под каблощеньки идут. И бабы, женщины довольные. Видно, веселые. Справные такие. Мне очень понравилось это. А нас иногда называют еще амиши. Амиши такие нет. Но русские люди православные. У них усы выдаривают. Борода только. У кого? У амиши. У амиши? Да, у них усов нет. Не обратили внимания. Ну, может, не обратили. У них только борода усов. У мусульмане-то все. Борусы тоже выдаривают. Вот поэтому. Бывает иногда чрезвычайно. Я определенное время ложусь спать. А в этот день приехали гости. Я встречаю там где-то что-то надо. Или провожаю. Я поневоле тогда так. Но вставать 4,40 все равно. Это для меня закон. Поэтому я днем где-то, бывает, в угол прислонился. Сидя. Мне нужно хотя бы минут 15 дать отдохновение. Ложиться никогда не ложусь. А распорядок дня как влияет на ваше самочувствие, Игнатих? На что? На ваше самочувствие. Ну, если его ломают, то ясное дело, что я сонный. Сонный. Но я себя... Я имею в виду распорядок дня. Это сон, это питание. Ну, посты все православные. Мы строго соблюдаем. Строго. Нет растительного масла, по уставу, значит, у нас его нет. Вино вообще не появляется. Ну, что сказать. Встаем 4,40. Но так как я все время в интернете, то иногда я намного раньше встаю. Иногда добавить час или два. Уже ложиться не буду. А перед этим ложились-то во сколько? Ну, а смотря как. В 9, в 10, в 11, в 12. В зависимости от того, что принадлежит завтра и что у меня было сегодня. Иногда я едва-едва допредаю. Надо учитывать, что у меня за плечами и какой возраст. Я внимательно смотрю на это. Уже сердце и виду захлебывается. Поэтому я ему даю отдых. Я стараюсь не нагружать меня. Да, вы себя не щадите. Вы как самоубийца, поэтому самоубийца я. Какой я самоубийца? Мне 79, 80-й год. Это же не 40 лет. А я везде еще на велосипеде гоняю. И, наверное, голубям только сейчас слез от них. На голубятни. Ну, а представьте, если вы... Ну, мы будем... Как попало есть? Ну, то в 11, то в 12, то в час, то в 2 обедать. А ужинать тоже где-то с 5. Как-то повлияет на вашу состояние? Влияет там уже желудочный сок. Все какое-то время на свое место становится готово. Мы в 2 обедали. Но так как мы остались одни, то нам в 8 часов не надо ждать. Мы на 7 перевели завтрак на час. А ужин так на 7 оставили. И у нас получилось, что через 6 часов кушаем трапезу. Все. Я опять же за то, что вот когда люди бывают какие-то откровения, ему что-то, где-то... Откровения это здорово. Это прекрасно. Но чтобы они от Бога были. А от Бога они не должны быть вопреки священного Писания. Если это откровение. Откровения замечательные просто. Но когда начинаешь прямо сразу против Писания, против Святой Библии, это не откровение, это заблуждение. Это яма. И оно должно сходиться с тем, что в православии есть. И каноны, чтобы они не нарушались, и не святые отцы. Надо смотреть. Но главное это Библия. Поэтому я вот сколько этим вопросом занимался. Отец Геннадий вот все это показал. Все здесь в этом твердомнике. Впервые за 2000 лет вышло. Полное толкование всего Нового Завета. И тут я даю 297 комментариев еще. Представь, ни два, ни три. Расширяю то, что сказано. Не опровергаю ничего, а расширяю. Допустим, я вам Златову сказал. Я дальше пишу. Убаженный Иероним сказал, тут подписываюсь. Я Рафим Саровский так сказал. Ян Кроштарский. Игнатий Причиненов. Я фан-затворник. Я беру, выписываю. Ну и к современности. К сегодняшнему дню. Вот так. Слава Христу. Хороший вопрос. Благодарю. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...